Группа бывших дипломатов Армении, а также деятели образования и культуры подписали коллективное заявление, в котором фактически толкают страну к новой войне с Азербайджаном. Авторы заявления призывают властей страны не верить меролюбивым сигналам из Азербайджана и Турции и отмечают, что Армения должна говорить с позиции сильного. Горе дипломаты и деятели культуры выступили также с территориальными амбициями против Азербайджана, нагло указывая город Шуша как армянский. Авторы заявления считают, что в переговорах с Турцией без предварительных условий вопрос в кавычках признание геноцида армян должен быть безальтернативным. Со своей стороны отметим, что альтернативой миру, которому подписанты говорят «нет», является только война. А осень 2020 года показал чего стоят громкие заявления так называемых диванных генералов Армении. Самое интересное, что авторы заявления сами не нюхали во время 44-х дневной войны пороха, а также не слышали звука летящих над головами Байрактара. Потому, наверное, они такие смелые. Думают, что могут диктовать условия, вместо того, чтобы довольствовать тем, что им предлагают. При этом умственные способности подписантов тоже вызывают подозрения. Так как, по их мнению, не насчитывающая даже 3 миллиона человек Армения должна говорить с региональной супердержавой, каковой является Турция с позиции силы. Из текста видно, что авторы заявления сами не знают, чего хотят. С одной стороны, предупреждение официального Баку о том, что Азербайджан не будет терпеть реваншистских настроений и при необходимости может применить силу, а не преподносят миру, как недопустимые призывы к войне. А с другой стороны, призывают властей Армении не верить миролюбию Азербайджана и Турции. Определитесь, наконец, чего вы хотите. Азербайджан 30 лет спокойно жил и процветал, без всяких связей с Арменией, так и может дальше прожить хоть 300 лет. Мир с Азербайджаном и Турцией, в первую очередь, нужен самой Армении. Так как именно так, только в этом случае в стране, может быть обозначены хоть какие-то контуры развития и благополучия. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.